Почти 100 многодетных семей в этом году получат денежную выплату взамен земельного участка. На это в бюджете области запланировано 25 миллионов рублей. Ведь теперь южноуральцы могут выбирать, строить им дом самостоятельно или получить деньги и вложить их, например, в ипотеку. А в следующем году финансирование на выплаты увеличат в 3,5 раза. Подробности расскажет Юлия Савосина. Последняя подпись в документах поставлена и мечта о большой квартире стала ближе. Виктория и Владимир наимушины – многодетные родители. Младшая дочка София родилась полтора года назад. И теперь в пятером наимушины ютятся в однокомнатной квартире. По закону семье положен бесплатный земельный участок. Но Виктория и Владимир решили выбрать компенсацию. Она позволит закрыть ипотеку, а со временем купить другое жилье побольше. Нам как раз не хватало 250 тысяч, чтобы на закрытие ипотеки. И, соответственно, мы уже продадим эту квартиру и вложимся в большую площадь. Естественно, мы хотим большой дом. В свой двор. Да. Чтобы и детям было где погулять. Наимушины первая многодетная семья в Коркино, получившая вместо земельного участка денежную компенсацию. Возможность выбора для многодетных семей появилась летом этого года. Изменения в областной закон внесли по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Об этом главу региона и президента попросил Евгений Крутиков, мастер цеха компрессорного завода. Во время их визита на предприятие в ноябре прошлого года. И вот поправки начали действовать. Не все удовлетворяют с точки зрения инфраструктуры, размещения, удаленности. И поэтому было много обращений и в адрес губернатора Челябинской области, и в адрес законодательного собрания о том, чтобы все-таки внести изменения и дать возможность не только получения земельных участков, а, например, выделить компенсацию или какой-то кредит, который они могли бы использовать для строительства или приобретения жилья на вторичном рынке. Сумма выплат 251 498 рублей на семью. Уже в 2018-м на компенсации в бюджете области заложили 25 миллионов рублей. А в 2019-м году финансирование увеличат до 89 миллионов рублей. Это значит, что рассчитывать на компенсацию смогут больше 350 семей.